Причастие Все говорят люди. Причастие. Причастие. Кровь. Иисуса. Тело Иисуса. Что это такое? Что это за ритуал? Да. Все зависит от чистоты помыслов человека. Что вкладывает он в эту информацию? О чем он думает в это время? Какой батюшка рядом стоит? Какая церковь? Какая церковь? Это влияет. Куда направлена энергия? Внимание. Туда все уходит. То есть опасность состоит в том, другими словами. Подводя итог вышесказанного, можно сказать следующее. Что если церковь стоит не на правильном месте, значит церковь управляет, приходом управляет не тот батюшка, что нужно. Не с теми помыслами. Энергия соответственно в такой церкви идет не вверх, а вниз. Откачка. Захвачено все темными в такой церкви. Человек, заходя в такую церковь, попадает по сути в какую-то сатанинскую контору, где ритуал причастия уже имеет совершенно другой смысл, противоположный. Как программа. Сатанинская получается, как это же такое ношение, да? Или как это можно назвать? Да. То есть это совершенно другой характер имеет. Как же людям тогда определять такие церкви? Идет человек по улице, значит видит в центре города красивое, красивое. Сердце должно работать. Люди разучились включать свое сердце в работу. Раньше все предки ваши работали через сердце. Они знали все. Им не надо было спрашивать. Они чувствовали сердце. Нам сейчас нужно открывать свое сердце, видеть мир через сердце свое, думать через сердце. Когда человек знает истинный свой путь, знает куда ему зайти, куда не надо заходить, с кем общаться, с кем нет. Все на уровне ощущений, вибраций, чувствованием любви, покоя, радости. Наслаждение. Все чувствуем сердцем. Сердце — это орган, который все слышит, видит и знает. Да, сердце лучше идентификатор, да, таких вещей. Да. Понятно. То же самое получается и с крещением, да? Такая же история. Да. То же самое. То есть ритуал крещения. Все то же самое. Ага, вот оно. Теперь понятно. Теперь уже более-менее картина маслом, скажем так. Понятно. Хорошо. Спастись можно только лишь верой, верой в себя самого, то есть по-другому верить в самый лучший исход. Тогда вы будете защищены. Не должна вера колебаться. Если человек твердо знает, что он в любви и что он защищен светом Творца и своим собственным светом. Если человек сам решит, что делать ему, что нет, твердо будет стоять на земле и руководствоваться своим сердцем, то все будет во благо мысли обязательно. Думать только о хорошем. Не надо смотреть вовне. Вовне может происходить все, что угодно. А в сердце должна быть любовь. Благодарю. Спасибо за ответ.